Когда мы снимаем этот сюжет? Мы снимаем этот сюжет в субботу. Везде и всюду ездят свадьбы, да? Но рано или поздно любая свадьба закончится. И это начало брака. А потом начнутся различные неврозы. А после этих неврозов начнутся различные другие процедуры. Человек начнет употреблять алкоголь и все остальное. Да, бухают у нас все. И нет ни одного кренделя, отяжеленного властью, кто бы не бухал. И каждый из них прибегает к лечению. К слову о том, что бухают и телевизоры, и врачи, и педагоги, и лекари, и всякие актеры. Все бухают. Кто отваливается? Ну вот я. Я тоже лечился. Но поняв, что проще три дня посмотреть мультики, а потом поспать, я лечился сам. Вылечился. И даже не понимаю, зачем я тратил бесконечное бабло. К слову о том, что пьют господа Кашпировские. Очень крутые напитки, но и от них жмели гудутти. А где все это лечится без остатков? Да здесь, в медицинском центре Гармония. К слову о том, о чем мы беседовали. Как часто люди сюда возвращаются. Так вот, ответ в конце передачи. Я имею научную степень, благодаря созданию и открытию нового метода лечения болезнезависимости. В том числе, с большим акцентом, это алкоголизм. Так лечить ни одна медицинская наша организация или центр не имеет права. Потому что они этого не знают, не умеют, не могут делать. А с того кидать все могут, в том числе психологи, которые не врачи, которым запрещено заниматься лечением. А то мы освобожаем. Как можно освободить перихирующую операцию? Надо лечением заниматься. Тогда человек получает результат лечебный. Поэтому все психологи, которые кричат, мы то, это страна. Конкретный пример стройных, психологи. Они не знают ни на той физиологии, как они могут лечить. Да никак. А деньги собрать, люди делают лохами, собирают, а к нам приходят эти люди в запущенном состоянии. Никаких страна стройных не надо. Там только психологи, которые хорошо умеют говорить, то есть оговаривать людей, да? Вот так вот, обалтывать, проще говоря. Как они научатся, которые сейчас на Новолевской премии уже защищают. Вот так. Поэтому никаких психологов, никакие уколы, никакие вот эти внутривенки, никакие вшивки, они не должны лечить анализации по сравнению с тем методом, который создан мной за 30 лет. Вот этот метод. Это мой только, это научная анализация, здесь написано об этом. Читайте. Кому надо, пусть приходят, я покажу факты. А у других этих фактов нет. Показать нечего. А лялякать у меня все умеют. И в газетах много брать тоже умеют все. Вот перед кодированием. Вот. И перед методом, а к ним я узнал, который изучил этот вопрос в лечении болезни зависимости, и он разработал абсолютную возможность снижения у людей или выработки отвращения и физического, и психического. И поэтому это является абсолютным фактором или методом к ним узнал, который позволяет выработке у человека непереносимость отвращения и физическую, и психическую, уже полностью у человека возможность отказаться от любого отхода, содержащего раствора. Будет ли это лекарство на спирту, или всякие от одного процента, это разное беззаконное пиво, и кончая ликвификатом 100% алкоголем. Поэтому есть люди, которые не пьют, и записали в журнале отзывы прекрасные отзывы о том, что сейчас они живут, радуются, и это люди счастливы, потому что у них сейчас порядки и со здоровьем, и с семьей, и с работой, и взаимоотношениями с их друзьями. Как мы лечим? Да по сути, многое не лечит нигде. Колоссальный опыт работы дает возможность справляться с тем, с чем другие используют капельницы. Здесь так не делают. Здесь выше и качественнее, чем где-либо, и при этом цена ниже, чем у других. Потому как все проблемы человеческие, большая их часть, раскрывается перед гуру. И вы не поверите, но это так. Его лечебные способности получили признание и в Китае, и в Тибете. И поэтому, господа, я бы вам порекомендовал приехать сюда. То, что мы вам показали, это круто. Но то, что вы увидите в дальнейшем интернете, можете посмотреть, кстати. Посмотрите, медицинский центр «Гармония» август месяц 2015 года. И вы в оконцовке поймете, почему человек так лечит вас. Получается, что он этим делом занимается. И абсолютно не важно, сколько ему лет. Потому что чем человек старее, тем у него больше опыта.